Ну, я надеюсь, мы весь негатив переживем. И экстрасенсы обещают, что у России в 20-х годах, 25-х, будет процветание, что она станет великой, еще более великой, еще более могучей. Я, конечно, не экономист. Единственное, что знаю, что после санкций у нас все подорожало. Ну, где-то на 20, 30, 50 процентов, а иногда и на все 100. Это я ощущаю, что сложнее. Сейчас покупайте продукты и вещи. Да. Что касается, ну что, пожеланий, я думаю, что у президента Владимира Владимировича есть хорошие консультанты и экономисты тоже. И они ему дадут умные, профессиональные, так сказать, подсказки, что нужно сделать. И он сделает. Он, президент у нас, умный, мудрый, мужественный, решительный. И я думаю, что все проблемы разрулятся со временем. Уйдут сами с собой. Ну, естественно, что нужно будет что-то сделать. Может быть, подкорректировать какие-то законы. Может быть, дать больше свободы бизнесменам. Может быть, или налоги какие-то, может быть, скидки там сделать где-то кому-то. Но то, что нужно поднимать мелкий и средний бизнес, я точно знаю, что это нужно. И вот я знаю на Западе, там первые годы, там три или пять лет, пока они не раскрутятся, они не платят налоги. Вот я думаю, надо и нашим бизнесменам дать эти льготы. В общем, создать условия, чтобы они процветали. И, конечно, чтобы не было коррупции ни в правительстве, ни этого рэкета всякого там криминального. Вот. То есть создать им хорошее условие. И не закупать лишние там товары, скажем, если у нас мясо сейчас можем производить там сколько нужно, там 100 тысяч тонн там или 200. И вот, ну, и вот как бы прежде всего отталкиваться от своих фермеров. То есть создать им условия. Потому что многие не могут реализовать свой товар. Рынки везде переполнены западными компаниями, вот, и кавказскими. Вот дать фермеру возможность реализовать свой продукт.